Заместителю премьер-министра, министру национальной экономики Байбазару, депутатский запрос фракции Народной партии Казахстана об имеющихся множественных случаях нарушения прав потребителей. В магазинах розничной торговли граждане сталкиваются с предложениями предпринимателя оплатить за товар способом наличной оплаты, в результате чего стоимость товара будет изменена в пользу потребителя. В случае же оплаты за тот же товар путем безналичной оплаты стоимость товара увеличивается. В магазинах продажи бытовой техники навязываются так называемые гарантии на приобретаемые товары. Данные гарантии потребители вынуждают приобрести за отдельную плату, что в корне является незаконным и необоснованным. Аналогично вышеупомянутые в автосалонах городов Казахстана в зависимости от способа приобретения товара меняют ее цену. За наличный или в кредит предлагается одна цена на авто, в так называемую рассрочку сумма на то же авто увеличится на 30%. При этом активно подменяется понятие рассрочки и кредита. Так, рассрочка дает потребителю возможность оплатить товар равными платежами в течение нескольких месяцев без дополнительных процентов. Кредит же предполагает выдачу банкам денежных средств на условиях уплаты клиентам процентов за пользование деньгами. Однако, применяемые манипуляции с ценой на товар в конечном счете приведут к тому, что защищенными остаются только интересы банка путем предварительного включения процентов банков в первоначальную цену авто, что по своей сути является тем же кредитом, а не рассрочкой. Вместе с тем, в рамках автокредитования для получения большой выгоды с потребителя банками навязывается принудительное страхование приобретаемых автомобилей в лоббируемых ими страховых компаниях. К примеру, страхование автомобиля на 3 года обойдется потребителю в миллион тенге, которые им должны быть возвращены уже с накрученными процентами в течение всего периода займа. Аналогичные схемы применяются в вопросах приобретения первичного жилья. Застройщики завышают стоимость недвижимости как минимум на 10%, закладывая в них процентную выгоду вознаграждения банков. Высшее изложено является примерами грубейших нарушений норм гражданского законодательства о публичном договоре, в соответствии с которым недопустимо изменять цену товара на товары, работы и услуги в зависимости от способа оплаты за них. На основании высшее изложено просим провести проверку нарушений требований гражданского законодательства по каждому пункту депутатского запроса и дать письменный ответ в установленные сроки. Рахмит.